Вот даже, кстати, наши роты получаются 5-й Паука 14-38, но были фотографии там две. Пацаны себя там тоже смотрели, я им отправлял фотографии. Правильно, они говорят, нифига, я говорю, ну, я говорю, про нас помнят, про нас знают. Я говорю, спасибо им. Там, говорю, это прям душу греет, правда. Где-то 7 или 8 фотографий моих, моего отряда, находятся на предыдущей выставке. И вот ребята очень обрадовались, когда их увидели. Ребята из Зеленограда, из Сочи, из Тюмени, Москвы, из Анапы. У них в городах такого не проводится почему-то. Они очень были вдохновлены, опубликовали это у себя в соцсетях даже. Мне бы очень хотелось, чтобы таких весточек становилось все больше и больше. Чтобы в каждом городе нашей страны, не только Иркутской области, но и по всей стране появлялись такие выставки. Эта выставка способствует именно соприкосновению всех наших жителей Иркутска, которые здесь в гражданской жизни. Чтобы они поняли, прониклись тем бытом, теми чувствами, которыми живут ребята сейчас там. Эмоции одни. Мы смотрим, это аллея героев. Это эти парни, наши сыновья, кто сегодня стоит на страже русского мира. Там сегодня и находится мой сын. На этой фотографии Татьяна, она фельдшер, сейчас командует медицинским взводом. Ой, это просто героическая женщина. Она из Черемхова уехала на передовую. И буквально вот в эту пятницу Таня прислала сообщение, что их 10 часов подряд бомбят, и у нее не осталось медикаментов. И у нас получилось всем объединиться и в Иркутске собрать помощь, и у Соли, Черемхова. И буквально в течение двух дней Татьяна прислала благодарственное видео со словами благодарности, с кучей коробок, что как родная Иркутская область помогает. Хочу сказать о том, что я горжусь. Горжусь всеми ребятами, горжусь нашим молодым поколением. Они такие же, как наши прадеды и деды. Они достойные дети своего отечества. Безусловно, этот проект должен быть. Он должен охватывать не только тех ребят, которые на передовой, но и тех, кто сегодня в ТУ занимается поддержкой фронта. Потому что это тоже огромная ежедневная работа. И мы сегодня с автором проекта Анны Сурковой договорились, что этим направлением мы в будущем займемся. Мы планируем сделать большой онлайн-проект, где будут не только фотографии, но и видео, и аудиосообщения от наших ребят. Потому что порой вот эти эмоции не передать словами, не передать буквами, а очень хочется.